19 августа 2019 года ученые исследователи и инженеры из наса официально приняли важное но весьма рисковое решение их объединяет высокая цель выяснить может ли луна юпитера европа укрывать первозданную жизнь под своей ледяной оболочкой и эту загадку возложили на новую миссию под названием europa клипы которая отправится в систему юпитер и чтобы превратить эту цель в реальность команде пришлось построить очень сложный роботизированный космический зонд который еще на стадии создания перенес множество проблем а сама миссия проведет углубленное и сложнейшее исследование спутника и выяснит может ли ледяная луна содержать условия подходящие для жизни и тем самым сделать масштабный прорыв в области астробиологии а чтобы разработать эту миссию наиболее экономически эффективным образом наса планирует завершить подготовку космического корабля к 2023 году однако базовые обязательства агентства поддерживают дату готовности к запуску в районе 2025 года поэтому давайте сегодня подробно поговорим об этой миссии узнаем чем же она будет сложна и что в лучшем случае мы сможем узнать об этом спутнике прежде чем отправлять любую миссию важно максимально подробно понимать куда она направляется потому что в худшем случае все может закончиться как советскими аппаратами на венере которые существовали всего несколько часов спутник европа был признан самым маленьким из галилейской группы но по размерам он почти такой как луна и относится к разряду самых крупных солнечной системе как и все спутники юпитера он уникален и вызывает особый интерес у исследователей а сама поверхность европы одна из самых ровных в солнечной системе лишь некоторые образования напоминающие холмы имеют высоту до нескольких сотен метров почти вся европа испещрена множеством пересекающих линий это разломы и трещины в ее ледяной коре но самое интересное это под поверхностный океан спутника который больше всего интересует ученых и согласно всем научным исследованиям под сплошным ледовым покровом удивительной луны скрывается океан жидкой воды из которого иногда бьют гейзеры соответственно это может говорить о том что именно этот спутник является наиболее вероятным местом солнечной системе где может существовать внеземная жизнь именно по этой причине специалисты наса давно хотят отправить космический аппарат к спутнику газового гиганта чтобы тщательно изучить европу однако есть некоторые но дело в том что эта луна находится внутри мощного радиационного пояса юпитера который способен полностью уничтожить электронику на борту космического аппарата именно по этой причине проект европа клипа выполнит 45 пролетов рядом с луной на высоте от 25 километров в течение трех месяцев и таким образом ученые смогут осуществить свои цели и не угробить этот дорогущий зонд дело в том что космический аппарат движущийся за пределы низкой околоземной орбиты попадает в зону действия радиационных поясов радиация может повреждать солнечные батареи интегральные схемы и различные датчики аппарата безусловно техника не стоит на месте и для обеспечения надежной работы на спутниках создатели используют стойку для радиации электронику но сам аппарат который отправится на европу хоть и кажется довольно простым внешне однако имеет сложнейшую конструкцию и если отойти от сложности конструкций то теряется смысл в его задачах поэтому проблема радиационного пояса юпитера остается важным фактором в этой миссии конечно можно было бы построить прочный защитный щит но это увеличило бы вес аппарата а значит и стоимость его выведения в космос и здесь уже возникла бы другая сложность поскольку за денежные средства выделяемые штатами на эту миссию в буквальном смысле приходилось уговаривать государство ведь огромные средства конгрессом сша уже были вложены в изучении марса при помощи роверов конечно здесь наклевывается логичный вопрос они дешевле ли американцам было бы просто отправить орбитальный зон который в упор бы рассмотрел европу но во первых он не смог бы взять пробы грунта и воды как это сделает европа клипы а во вторых ученые просто не могут рассчитать оптимальную дату отправки спутника потому что до сих пор не удалось определить регулярность гейзерных всплесков на европе и планетологи не понимают когда они активизируются следующий раз еще необходимо также учитывать что юпитер и его спутники находятся очень далеко от земли нет конечно новые горизонты и вояджеры красавчики но добираться этому орбитальному аппарату до европы придется около шести лет конечно стоит добавить что даже если в бурение европы не будет необходимости ученые все равно жаждут узнать какова толщина ледяной поверхности спутника и каковы химические характеристики недр подповерхностного океана ведь так или иначе за один полет европе ответить на все многочисленные вопросы о спутнике юпитера нам не удастся но первый шаг все же сделать будет необходимо поэтому давайте обсудим уже конкретный сценарий событий который мы с вами будем наблюдать но во первых текущие цели миссии включают в себя исследование ледового покрова и подповерхностного океана его состава поиск признаков недавно геологической активности и конечно же определение вероятности существования жизни на спутнике во вторых сам сценарий миссии можно разделить на две группы это сам межпланетный перелет и исследование спутника первую входит запуск сборка и уже сам перелет который лишь придется корректировать ученым а во вторую уже входит исследование европы после прибытия зонда в систему юпитер будут проводиться исследования около 130 дней европа клипа передаст почти полтора терабайта данных включая изображение высокого разрешения с детализацией вплоть до полуметров на пиксель а также измерения магнитного поля а во время ближайшего сближения зонда с поверхностью радар определит толщину ледяной коры европы и глубину лежащего под ней водного океана а при наиболее благоприятном стечении обстоятельств даже его уровень соли и по полученным в ходе миссии результатом будет определено место посадки спускаемого аппарата составе скорее всего уже следующей миссии в общем на все это путешествие уйдет около семи лет включая несколько гравитационных маневров а расчетная длительность научной программы которая составляет около 130 дней может быть даже продлена исходя из состояния аппарата а в дальнейшем станцию разобьют а поверхность другого спутника юпитера ганимеда вот такой сложный интересный и тяжелый сценарий упал на плечи этого аппарата но зато у нас есть редкая и замечательная возможность с этой миссией выяснить может ли европа быть местом жительства для жизни ну а чтобы подробно узнать о техническом оснащении аппарата о том как его собирали и какая аппаратура на нем будет стоять смотрите у моих друзей на канале про роботов у них уже сейчас вышел очень интересный выпуск он является продолжением нашего и обязательно от меня передавай привет ну а следующий выпуск на нашем канале будет очень шумным поэтому обязательно подписывайся спасибо за просмотр пока ну а ну Редактор субтитров А.Семкин